Верховный суд Казахстана полностью оправдал председателя Союза журналистов Сейдка Заматаева и его сына Асета, сообщается на официальном сайте ведомства. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных по протесту генерального прокурора. Производство по делу прекращено за отсутствием в поступках подозреваемых состава преступления. В соответствии со статьей 39 Уголовного процессуального кодекса за оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Протест удовлетворен частично. Напомню, Сейдказы и Асета Матаевых обвиняли в хищении бюджетных денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Казахстан занял 47 место в рейтинге стран по уровню преступности. Такие данные предоставил глобальный статистический сервис Намбео. Его сотрудники провели опрос среди населения 142 стран мира. Самым высоким уровнем преступности столкнулись жители Венесуэлы, меньше всего граждане Катара. Отмечу, согласно казахстанской статистике, с начала года в стране зарегистрировано 87 тысяч правонарушений. Больше всего их выявлено в Алматы, почти 20 тысяч, и в тройке антилидеров также Нур-Султан и Западно-Казахстанская область. Самый низкий уровень уголовных правонарушений в Казлардинской области, чуть меньше 2000 с начала года. Ситуации с коронавирусом. За сутки в Казахстане выявлено почти 1500 случаев, 589 зараженных в Алматы, 502 в столице. Больше 9000 казахстанцев получают лечение, 20 в тяжелом состоянии, 1 находится на аппарате ИВЛ. Почти в три раза вырос уровень кишечных заболеваний в столице только за последний месяц. С начала года зарегистрировано свыше 500 таких случаев, из них больше 300 приходится на летний период. Причиной роста, по словам медиков, стало купание жителей в общественных местах. Некоторые заболевшие подцепили кишечную инфекцию, плескаясь в фонтанах. Грозит ли родителям наказание за детскую шалость, расскажет Анелия Едель-Казан. Знойным летним днем практически у каждого фонтана можно встретить толпу резвящихся детей. Чаще всего туда их приводят родители. Но едва и кто-нибудь из взрослых задумывается о последствиях такого, казалось бы, безобидного поступка. А они неизбежны. Ведь такое развлечение чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Прежде всего получить, начиная от банальной простуды и риск заболеть инфекционным заболеванием. Это, прежде всего, кишечные инфекции, паразитарные инфекции и гепатит. С наступлением теплого периода года департаментом санэпидконтроля проводится мониторинг состояния воды в водоемах и фонтанных комплексах. С мая до сегодняшнего дня отобрано 240 проб. Из них у нас в 18 пробах установлены несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Кроме заражения различными инфекциями, в фонтане можно получить травму от удара током. Такие случаи зафиксировали в столице в прошлом году. Но, несмотря на все угрозы для жизни детей, купаться в городских фонтанах никто не запрещает. Более того, в Кодексе об административных правонарушениях даже не предусмотрена ответственность за такие небезопасные для жизни развлечения. Поэтому взять ситуацию под свой контроль и запретить детям купаться полицейские попросту не могут. Прямого запрета по купанию в фонтанах не предусмотрено. Каждый случай здесь рассматривается индивидуально. Может быть расценен как несчастным случаем, так и конкретно какой-то ситуацией. Статья 70 Кодекса о браке и супружности прописывает и регламентирует обязанности родителей по обеспечению безопасности своих несовершеннолетних детей. Вместе с тем Кодексом Республики Казахстана об административных правонарушениях предусмотрена в свою очередь и ответственность, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Здесь уже может быть поставлен вопрос о привлечении родителей к ответственности по данной статье. Вводить запрет на такие забавы на законодательном уровне в ближайшее время не планируется. Специалисты надеются лишь на осознанность родителей. Хотя порой дети плескаются в фонтанах от безысходности. В столице просто не хватает доступных для купания мест – чистых и бесплатных. Поэтому и приходится искать источники охлаждения самостоятельно, где придется. Анель Едельхазар, Тур Горшнюков, Марат Арифханов, Хабар24. Об ухудшении погоды в шести городах страны предупреждают синоптики. По информации КАЗ Гидромет в Алматы, Петропавловске, Карганде, Балхаше, Тимыртау и Жесказгане. В Акморинской области возможен туман. На западе ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду. Высокая температура сохранится на юге страны. В Казалардинской области прогнозируют пыльную бурю. А в столице солнечно, термометры поднимутся до отметки плюс 30. В испанской провинции Самора полыхает пожар. Всему виной экстремальная жара, которая охватила почти всю страну. Температура воздуха достигла 45 градусов. По сообщению СМИ, на всей территории государства бушуют десятки неконтролируемых пожаров. Эвакуированы тысячи людей. По официальным данным, в этом году в Испании сгорело более 70 тысяч гектаров леса. Это почти вдвое превышает средний показатель за последнее десятилетие. Из-за жары, одна из крупнейших британских железнодорожных компаний, Network Rail рекомендует ограничить поездки на локомотивах. В Бирмингеме столбики термометров поднялись до отметки плюс 37. Красный, высокий уровень опасности, объявлен в центральной части страны, на севере и юго-востоке Великобритании. В организации поясняют, при большом давлении высокие температуры могут привести к изгибу стальных гусениц. Тем временем, у метеорологов неутешительные новости. В ближайшее время температура воздуха в регионе будет только расти. В Алматинской области стартовал очередной этап открытого Кубка Казахстана по парусному спорту. Он проходит на Капшагайском водохранилище. В соревнованиях принимают участие более 50 яхтсменов из разных регионов нашей страны. На месте события работает наш корреспондент Гафу Али. Гафу, какие последние новости? Кто лидирует? Да, Алмаз, я сейчас нахожусь на берегу Капшагая. Гонка только началась, но парусов уже почти не видно. И это самое главное, ведь соревнования по парусному спорту проводятся на скорость. Победителем станет та команда, чья яхта быстрее всех пройдет установленную дистанцию. Замечу, старт всем яхтам дается одновременно, а до него они маневрируют между двумя стартовыми буями. Понятно, что они не могут устоять на одном месте. Главное, не пересекать эту линию. И только после сигнала старта открыт, яхты устремляются вперед по определенному маршруту к финишу. А я добавлю, что в командном зачете год назад победу одержала Алматинская область. Второе место осталось за Туркестанским регионом. Мангистауская область замкнула тройку лучших республиканского турнира. Какая команда победит в этом году, узнаем через пару дней. Мне лишь остается пожелать яхтсменам попутного ветра. Алмаз, у меня на этом все. Спасибо. Гафу Али был с нами на прямой связи из Алматинской области. Колония серых дельфинов была замечена у побережья чилийского города Вальпараиса. Редкое природное явление поспешили снять на видео местные жители. Десятки млекопитающих резвились в водах бухты в нескольких километрах от берега. По данным Национальной службы по рыболовству в Чили, в стае было около 80 особей. Последний раз такую большую колонию животных здесь видели еще в январе этого года. Серый дельфин, или по-другому дельфин-рисо, впервые был описан в 1812 году французским зоологом Жорджем Кювье. Обитает этот вид преимущественно в северной части Тихого океана, встречается в Японском море, у Курильских и Командорских островов. Мы гуляли с собаками, и вдруг они приплыли оттуда. Их было много. Сначала мы подумали, что это люди плавают, но нет. Некоторые из дельфинов выпрыгивали из воды. Это незабываемое зрелище. Все люди смотрели на них. Мы на этом закончили. Немного позже вернемся. До скорого.